Дорогие друзья, приветствую вас! Я хочу рассказать вам в этом видео о своем опыте приучения детей к горшку. Это далеко не редкое видео на ютубе, на русскоязычном ютубе. И тема эта все равно продолжает оставаться актуальной для каждого случая, для каждого ребенка, для каждой мамы, для каждого родителя. И у каждого все равно будет свой опыт. Тем не менее, все равно ежедневно люди забивают эти запросы в гугл, как приучить ребенка к горшку. И я тоже хочу сказать свое слово на эту тему. Если вам интересно, продолжайте слушать. Чем уникален мой опыт? Ну, тем, что я, кроме своего опыта, у меня два своих ребенка было. Сейчас две внучки. Кроме того, были сестренки, племянники. Потом есть, параллельно со мной растили детей, мои родственники. Поэтому давайте я такое общее соберу. То, что наиболее такое выпуклое. И расскажу. В общем, в нашей семье, вот, наша мама приучала к горшку нас сразу. Тем более, что, ну, я, конечно, свой опыт не помню. Вернее, все, то, что я помню, я и горшок было, у меня было нормальное отношение к горшку, правильное. Я могу по опыту младшей сестренки вспомнить. Тогда на нас повлияла еще книга Никитиных. Были такие педагоги, как бы назвать их, естествоиспытатели. Ну, в общем, придерживающиеся такого натуралистического, наверное, это можно сказать, взгляда на все, на все. На взращивание детей в том числе. В общем, там в их книге было, вплоть до того, что они сразу же утверждали, что у ребенка с рождения нормальной терморегуляции. Не нужно его кутать. Можно вот в мороз выходить в сене, но они жили в частном доме. Не кутая ребенка в одной пеленочке можно выносить. Организм ребенка сам правильно среагирует. Ну, и у них росли здоровые дети. Тут важно, конечно, как сами родители это воспринимают. Ну, кроме того, всякие генетические врожденные способности ребенка и организма. И они тоже с первых, в отношении горшка, с первых же, вот прямо с первых дней жизни после роддома, я не помню, они практиковали натуральные роды или нет, но об этом, кажется, речи не было. Вот, рожали в роддоме, а сразу же в первые дни дома, после роддома, они начинали ребенка высаживать. То есть, приучали его к тому, что справлять естественную нужду можно не в произвольном порядке, а по режиму. Ну, и отсюда начиналось приучение горшку. Дальше я не читала, поскольку я в то время была еще подростком, школьницей. Но вот эти вот первые, то, что первое я запомнила, мы старались практиковать на младшей сестренке, которая была у меня младше на 13 лет. Ну, то есть, вполне я была уже няней такой, более-менее взрослой для ребенка. Тем не менее, было со скандалами, когда ребенку было там 2 года, бывало, что случалось сходить в туалет мимо горшка, не дотянуть. И особенно в стрессовых ситуациях. А что для ребенка стрессовая ситуация? Это вы когда, например, ночуете не дома, поехали в гости, погостить к родственникам, остались там ночевать. Вдруг случалось неожиданно. Ребенок уже давно не писается, а тут получается, что мы писали чужую постель. В общем, и как вот объяснить людям, что мы не были готовы к такому. То есть, мы давно уже так не делаем, давно уже просимся, а тут... Так же точно был весь этот опыт, я перенесла и на своих детей, и у меня мальчишки. С мальчишками, я так поняла, сложнее. Или у меня была такая установка заранее. Ну, мальчишек доходит медленнее. Ну, в общем, девочки более адаптивные, по моему опыту, как мне казалось. И, ну, раньше начинают говорить, я сравнивала с племянницей, которая была ровесницей, младшему сыну, что ей даешь команду, сделай звук потише, она идет и крутит ручку, ну, в то время не было дистанционного управления, и крутит ручку сразу в правильную сторону, а не раскручивает взад и вперед, как мои дети. Ну, в общем, во всем девочка, как бы, развитие девочки было впереди, развитие мальчиков, в том числе и в отношении горшку. С одной стороны, с мальчиками еще такая проблема. Вы их приучаете к горшку, а потом получается, что едва приучившись к горшку, они не могут где-то в такой ситуации, когда нет горшка, сделать это стоя, как положено мужчине. Хотя не все мужчины, хотя мужчины иногда не всегда это делают стоя, как выяснилось. Вот, как-то потом стала проблема, как научить мальчика делать это стоя. В общем, такие были проблемы, но, да, в общем, и наказание, и, ну, в общем, и наказывали, не то чтобы наказывали, ругали ребенка, стыдили, а все равно это не давало результатов, это не было эффективно. Это, наоборот, только травмировало ребенка, расстраивало родителей. Вот. В общем, все мои представления о развитии мальчиков и девочек в возрасте 2-3 лет, ну, вообще в младенческом возрасте и в дошкольном, ломает моя внучка. В общем-то, да, мы тоже ее также пытались высаживать. Она, когда была маленькая еще, ну, совсем в грудном возрасте, не сопротивлялась. Ну, как только вот и доросла до такого возраста, когда ребенок может выражать протест, она всячески протестовала, не хотела, категорически отказывалась садиться на горшок. Ну, вообще такой характер у нее астроптивый. И мы, в общем, огорчались. И я смотрела видео других родителей, которые говорили, что всему свое время придет. А до этого, кстати говоря, я очень скептически и с очень большим возражением воспринимала утверждение врачей. Это, я думаю, это их западное влияние, что после двух, что с двух или с полутора лет нужно приучать к горшку. Не раньше, раньше не стоит. Я думаю, это, боже мой, мы с рождения приучали к горшку, и все нормально. Вот. Ну, наша внучка нас, моя внучка нас переучила. В общем, заставила по-новому взглянуть на эти вещи, и теперь склонны соглашаться с западными педиатрами. В общем, абсолютно резко ребенок, который сопротивлялся принуждению к горшку, проситься на горшок, при наступлении определенного возраста. Так, я вот сейчас не припомню. Два года, в общем, после двух, ну, скажем, два года, два и месяц, резко ребенок сам попросился на горшок. И после этого у нас практически нет случаев аварийных. То есть, когда мы испортили одежду или чью-то постель. В общем, отсюда вывод. Все индивидуально. А, да, я вам еще об одном опыте, об опыте прошлого. Одна моя родственница по мужу, ну, проще говоря, жена брата мужа, у нее настолько контакт тесный с ребенком, что она с рождения уже видела, когда ребенку нужно в туалет высадить. То есть, она смотрит на маленького младенца и говорит, хочет писать и высаживает. То есть, освобождает от пеленок. Значит, ребенок опорожняет свой мочеточник. И обратно ребенка пеленает и кладут в постель. Вот это тоже абсолютно уникальный опыт. И если вы можете похвастать таким же контактом тесным с ребенком, таким душевным, ну, как бы, вы почти единый организм со своим ребенком, то можете практиковать это. И там я тоже не помню вообще такого, чтобы у них была проблема с тем, что описывали штанишки. С моей племянницей, с моими племянницами тоже, дочерями моей сестры, тоже, наверное, таких проблем не было. Я не помню. Но это просто потому, что они не были рядом со мной. Как раз родственники мужа мне ближе в этом смысле. Их опыт я знаю. А чужой опыт нет. В общем, короче говоря, вывод. Все индивидуально. Но в основном, да, если ваш ребенок резко сопротивляется, вообще не хочет садиться на горшок, не надо травмировать его и себя. Придет время, он сам попросится. А так вы только лишний невроз зарабатываете. Это ни к чему. Вот. Ну все, на этом все. Все очень просто. Я, наверное, ничего нового не сказала. Но если вдруг вас мое видео спасло, я буду очень рада. Не забудьте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. Он, правда, не совсем детский. Детских тем тут не очень много. Вот. Делитесь этим видео. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего. Чтобы ваши детки росли здоровыми, красивыми и счастливыми. Вам тоже здоровья, чтобы вырастить детей. Всем пока. С вами была Аюна Коновалова. Продолжение следует...